друзья мои дорогие всем добрый день сегодня говорим про больную тему для очень большого количества людей неравная любовь к детям в семье тот самый нелюбимый сын или та самая нелюбимая дочь ну или каковым себя человек считает может быть родители это осознают может быть родители это не осознают у меня уже на канале помните мои рубрики со сплетнями была история про нелюбимую дочь которая в общем-то была гораздо успешнее своего братца которая как могла мама тянула но мама только требовала обвиняла и в общем-то никакой благодарности там великой дочкой это так и не дождалась наоборот сплошные упреки что она все равно недостаточно заботится хотя почему-то должна и обязана в том числе и о брать своем заботиться очень много таких типовых историй у кого-то может быть еще более жесткие там когда родители одному ребенку квартиру завещают а другому ничего когда вокруг одного носятся а другой как-то так сам растет особо ничего не требует а ну и хорошо какие главные составляющие психологическом портрете вот такого ребенка который ну считал что ли осознавал что его любит меньше чем брата или сестру нередко такие люди более знаете самокритичные у них очень вот это вот такое чуткое восприятие а все-таки здесь я не прав а здесь я может быть лучше мог бы сделать нередко такие люди в гиперответственность уходят потому что они привыкли что как-то так сами за себя они им хочется получше сделать им не на кого надеяться у таких людей нередко бывают проблемы с самооценкой просто растет человек со стойким вот этим базовым пониманием того что есть некая аленочка или есть некий игорёчек вот он или она лучше вот он или она правильнее он или она достойна любви а кто я да непонятно может и действительно они достойны может быть и не просто так родители вот так вот со мной обращались такие очень знаете сквозные проблемы с самооценкой которые идут через всю жизнь вот такие вот дети ну назовем их нелюбимые они еще знаете какую модель поведения часто демонстрируют они как будто всю жизнь пытаются заслужить эту любовь у других людей и у родителей в том числе добрать ее купить ее заранее дать людям много авансов каких-то но вот смотрите какой я хороший я вам докажу я вам объясню вот это вот достаточно я вам дал или еще вам дать чтобы поняли есть вот эта линия поведения еще такие дети нередко во всем видят конкуренцию любая рабочая среда любые жизненные обстоятельства там где другой человек у которого нет вот таких проблем он просто пойдет и возьмет то что ему нужно нелюбимые дети они будут видеть конкуренцию они будут видеть соперников они будут себя с кем-то сравнивать счет эта привычка сравнивать себя с кем-то она туда же к сожалению таких людей нередко знаете какая-то убежденность своей ненужности нелюбимости проявляется это может быть и склонность даже каком-то некому неадекватному поведению то есть ребенок пытается привлечь внимание к себе какими-то эпатажными методами какими-то может быть там вредными привычками чем-то еще не всегда такие сценарии бывает что такие дети уходят и в нарциссическую составляющую то есть они все равно как-то адаптируются но очень часто все-таки это не некая такая в нарциссическую составляющую вот некая именно невротическая модель такой переживательный человек недолюбленный кота у которой потом может испытывать сложности в личной жизни и вообще в коммуникации с этим миром другая сторона на пород дети любимчики а что там там тоже пора там может тот же естественно нарциссический вектор быть только в легкую крайне эгоизм сосредоточиться на себе если дорогие родители я соответствую вашим критериям я для вас золотой ребенок поэтому я всю жизнь буду стараться соответствовать этим критериям вот в ту степь уходит еще эгоизм конечно же но если человек вырастает с пониманием того что ему или ей положено можно все там хорошо инфантильность может быть детские черты хотя бы какие-то частичные которые на протяжении всей жизни человек несет потому что он знает позаботиться о нем проблемки как-то порешают все это будет но смотрите здесь тоже загвоздка какая вот от любимых детей нередко ожидание выше у родителей на них делают ставку каждому их шагу радуются и далеко не всегда там что-то такое получается поэтому этот человек он тоже не застрахована каких-то провалов от каких-то кризисов конечно семьи разные генетика разные среда разная и одного сценария развития событий нет но вот очень часто примерно как-то так главное что хочется сказать по всей этой теме вообще любить не одинаково детей это нормально все разные личности каждому там какая-то своя мотивация каждый ребенок рождается в определенный период развития семейной жизни это все ясно понятно речь другом опасно когда дети это четко видят и дети это понимают и живут с четким вот этим ощущением того что его или ее постоянно с братом и сестрой как бы сравнивают как бы они вот на неких таких чашах весов и всегда вот больше в брата и сестру то есть когда это очевидно когда это заметно но слушайте ну много-много таких не объективных историй у меня там где на каждый третий клиент так или иначе вот прям как острую проблему это обозначает не говоря уж о том что да что такое сквозит у многих напишите пожалуйста в комментариях под этим видео если вам интересно именно тема воспитания там двоих троих детей в семье я приведу базовые правила то есть как делать так чтобы не было вот этого вот расхождение большого чтобы один ребенок не не думал что его любит меньше а брата или сестру больше вообще это вам интересно вы как-то дайте знать в комментариях мы с вами в отдельном видео на эту тему поговорим давайте с вами немножечко про причины поговорим а почему так то что уж правда аленушка или игорь лучше чем леночка или костик да нет конечно делать в другом во первых все субъективно но человек вообще создание такое субъективное по любому у кого-то есть любимчики в коллективе кто-то нам больше нравится или не нравится это очень сложный клубок чувства и эмоций какие-то проекции какие-то переносы какой-то свой старый опыт да к сожалению это так вопрос именно в адекватности родителей в том насколько они готовы действительно вот счастливую такую жизнь обоим или там троим детям дать если детей больше что здесь может сказываться 10 может сказываться именно и личность и характер ребенка кому-то вот заходит то что ребенок например такой истероидный яркий родитель ох звездочка то наша кто-то наоборот на это очень бесится ты чё мне тут солнце загораживает что ли пришел в этот мир здесь тоже вот это вот сочетание психотипов темпераментов характеров она очень по-разному может сказаться кто-то с кем-то живется кто-то с кем-то нет чем больше ребенок растет тем все равно яснее проявляется личность и родителю может очень-очень не откликаться что там проявляется а что у нас каждый первый родитель это некий такой совершенный человек с идеальным самообладанием супер какой-то справедливой сбалансированной позиции да нет конечно каждый в своей среде рос у каждого свои представления о воспитании у каждого свои проблемы ведь родители не только же темой кого больше из детей люблю не люблю озабочены родители много чем другим озабочены и нередко как раз детям внимание это еще и уделяется по остаточному принципу и многие вещи даже как так неосознанно идут того кого больше любят естественно как-то выделили как-то где-то что-то там похвалили что еще сказывается факт того что ребенка вот напоминает кому-то себя напоминает кому-то родственника напоминает кто-то этого родственника любит или не любит здесь противоположная ситуация бывает вот тоже там вышла от своих клиентов истории дочка один в один похожа на свекровь смотрю на нее вижу свекровь а со свекровью отношения всегда плохие практически никакого контакта нет свекровь ну прям можно сказать враг кто-то наоборот сын похож на там моего умершего отца я отца так любила вот он мой сыночек прям копия папочки моего и да здесь тоже на самом деле для кого-то это хорошо для кого-то это нет еще когда кто-то себя видит в ребенке и это например нравится нравится что вот они мои хорошие черты проявляются я надеюсь что ребенок что такое реализует а кто-то наоборот о боже я такой раздолбай сын у меня такой раздолбай ну как меня бесит смотреть на мою эту копию тут знаете ли большая разница в возрасте может сказываться то есть это некие такие но относительно объективные условия но он же маленький ему же надо но все это вроде как самостоятельные уже личность а этот маленький но нередко когда этому маленькому уже там 20-30 лет все равно почему-то считают его маленькому еще может сказываться знаете противоположная ситуация вот какому-то родителю проще договориться с ребенком своего пола и установить какое-то взаимопонимание а какой-то родитель видит рину как бы от чувствует очень серьезную ревность к ребенку противоположного пола а дочь растет она красивая на нее мужчины заглядываются или сын ага весь такой молодой весь в соку вон какие девчонки ему звонят он что типа мужик тут знаете ли очень очень по-разному еще здесь конечно же особенности психики родители могут складывать если родитель нарцисс да и у родителей несколько детей там очень часто может идти вот эта линия один золотой ребенок другой козел отпущения золотом ребенке я вижу нарциссическое продолжение себя но мы знаем что там дальше бывает золотым ребенком если когда-то вдруг он или она перестанет соответствует требованиям родителя то может быть только так свержение спиде стал может быть просто а если родитель психопат например в ребенке он там подсознательно какую-то угрозу чувствуют а если родитель на протяжении того времени например когда ребенок рос в депрессии очень долго был вообще ничего было родителю а потом еще ребенка родили 1 и как-то выправилась и тому больше внимания стали уделять здесь сценарий самые разные что знаете что зависит от позиции другого вот ребенка которого больше любят от хитрости и изворотливости этого брата или этой сестренки многое завис есть же те у кого четкая линия поведения и я заберу себе все ресурсы родителей и я себе все отвоюю всегда я буду на первом месте и мне без разницы я младший там или старший вы мне первому купите вы со мной на мероприятие пойдете этот ребенок болеет истерит подговаривает бабушек подставляет своего этого брата и сестру то есть там в легкую это может быть истероидный ребенок это может быть до нарцисс или психопатик уже такой вот который уже с детства очень четко черты проявляются и конечно же а второй например более спокойный вообще в шоке от того что происходит он не успевает среагировать еще фактор кто более проблемный у кого со здоровьем может быть какие-то проблемы были период в семье был в семье был непростой например когда этот ребенок родился а кто как-то вот дороже что ли достался родителю они редко его любят больше потому что в него вложились больше то есть вот она какая история если вы чувствуете себя вот таким вот нелюбимым ребенком если а понимаете что какие-то последствия во взрослой жизни вот от этого все равно вас есть все равно сказываются вы знаете что должны в себе в первую очередь напоминать вы главное солнце в вашей жизни они родитель прошел период детства когда родители были всем просто и ресурсом и теплом и неким таким главным карателям и главным волшебником это все прошло по возможности будьте благодарны за то что они вам дали но они же свои функции до у многих из вас я не говорю совсем про деструктивные семьи там где родители там под заборами валяются там совсем уж какие-то такие где психически нездоровые родители так некая среднестатистическая семья все равно будьте благодарны за то что они вам дали они вас вырасти они вам дали образование они по закону выполняли одну то что они должны были выполнять в адрес своего ребенка эмоциональная сфера это та зона та составляющая эмоциональная сфера другого человека на которую вы не можете влиять сто процентов спасибо им они свою функцию выполнили дальше вы идете сами там где вы понимаете что вам нужно самооценку прокачать перестать меньше себя сравнивать какими-то другими способами получить любовь и вот этот позитив от этого мира там что-то еще дел делайте вы главное солнце вашей жизни вы сами себе дадите и положительное подкрепление и энергию и оценку постарайтесь возможности дать себе рациональное объяснение почему родители а так себя вели вот мы с вами факторы перечислили основные в этом видео но большая часть ситуации так или иначе попадает под эти факторы здесь не надо лишних каких-то ожиданий строить здесь не надо вот постоянно вопрошать вот это почему да у вас сложилась цельная картинка это прошлое уже эта история ваши там 20 30 40 летней давности все это было у этого были такие причины это цельной картинки она не обсуждать вот как нарисована эта картинка так она и нарисована отправляйте ее уже куда-то там на чердак каких-то случаях помогать кстати поговорить с родителями и есть те кого знаете вот у меня много таких историю клиентов отпускает потом или наоборот ребенок вот когда вот так назовем менее любимый вырастает становится успешным есть родители которые вообще это игнорируют а ну ты же успешный все у тебя нормально давай ты лучше помогай младшему там брату или сестре например или не обязательно кстати младшему не всегда эта тема младший старший ну как бы на это влияет а есть родители которые вот их что-то переклинивает они такие уже в возрасте говорят да катюша какая ты у нас классная насколько мы тебя любим и как-то бывает даже они немножечко ролями с вот этим ребенком меняются ребенок заботится и как-то доказывает и они благодарны бывают вот эти положительный сценарий а бывает что просто ребенок разговаривает родители говорят были мы не догоняли мы не понимали мы наоборот думали что ты более такой отстраненные тебя бы раздражала наша забота а вот юлечка она более такая теплая мы потому что ее вот и спать с собой клали она так нуждалась в нашей заботе а ты такая вот отстраненная было иногда родители могут даже адекватно об этом поговорить и какое-то объяснение дать но не всегда думайте сами если это ваш путь почему бы и нет почему бы душу не облегчить каких-то случаях помогает разговор как раз с братом и сестрой нередко такие случаи бывают когда как раз брат или сестра считал что это тебя на самом деле любили больше это я тебя завидовал и вообще все не так было бывает бывает такое некоторым легчает но чаще вот эти вот дети ну такие эгоистичные которые более любимые в семье они считают что все был по справедливости все было ровно они не очень акцентируют внимание на всем этом что еще хочется вам сказать те кто нелюбимыми себя чувствуют да будьте снисходительными еще вдруг то ваши родители должны быть какими-то идеальными людьми ну вот как могли они сделали накося как накосячили так и накосячили что-то хорошее они по-любому вам дали не надо это обесценивать не каждый родитель это какой-то мега там супер психолог даже психологи не всегда верные стратегии выбирают даже психологи которые например занимаются там проблемами а именно вот ну семейной терапии когда с детьми и вот это вот такая комплексная терапия идет они это могут не всегда осознавать всей полноты ситуации а что уж говорить про ваших родителей у них были свои сценарии у них была своя боль может быть ваша мама вся там была в ревности папа ей изменял с маленьким то она еще как-то нянькалась на вас она уже вообще забила и я постоянно каждый день трясло она успокоительная пила или папа ваш может быть у жизнь страдал от своих там тираничных родителей и как раз очень боялся что вы слабаком вырастите вот и лупил вас но ну вот так она но будьте снисходитель это люди которые до допустили свои ошибки вы уже эти ошибки не исправите вы только можете в себя вкладывать вы можете собой заниматься очень важно еще проанализировать а в чем сценарий жизни ваших родителей в чем их ключевые для них ролевые модели какие-то и примите для себя решение не брать это на себя разотождествиться они в своих сценариях я построю свой сценарий помните что вы уже взрослые вы сами себе все можете дать вот как вам надо так вы выстроите так вы спланируете и чаще себе напоминайте не в родителях дело вот если вы появились на свет вы выросли вы стали личностью вы зачем-то этому миру нужны вы зачем-то каким-то людям нужны то есть вы не просто так в этом мире есть ищите то место ищите вот то состояние чтобы вам было комфортно а не стоит все все перекладывать на вот эти вот детские проблемы как можете примите ситуацию и фокусируйтесь на своей жизни на том что вы можете изменить для себя уважаемые зрители если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах узнавайте условия проведения консультаций комментариях под этим видео пишите какие у вас истории какие у вас примеры действительно тема очень сложная и что вам в итоге помогло как-то вот из неприятных вот этих состояний выбраться всем пока всем до скорых волнующих встреч